мир вам святые божьи люди божья благодать и божье наполнение да умножится в вашей жизни и знаете христос когда пришел к ученикам и сказал мир мой даю вам не так как мир дает но я мир мой даю божий мир он вселяется сердца наши знаете почему почему этот мир какой-то иной чем нежели в этот мир дает нам мир потому что как брат начал сказал что осознание того что ты в божьих руках это абсолютно все меняет в твоей жизни осознание того что за тебя стоит везде на всяком месте везде в путях твоих есть бог который стоит за тебя не просто так просто наблюдает за за землей наблюдает за людьми и знаете что око господне обозревает всю землю не для того чтобы наказать обозревает для того чтобы поддерживать тех чье сердце вполне предано ему знаете он силен спасать он силен миловать он силен прощать он наполняет он дает надежду вы знаете как много значит надежда для человека и многие люди разбивают надежду но бог он вселяет надежду когда христос ходил с учениками своими и даже без учеников своих он ел с мытарями и грешниками знаете почему дорожили им почему за ним ходили потому что он давал надежду я недавно прочитал такой простой пример который в 50-х годах было проводились научные испытания какие-то на животных на частности на крысах и знаете очень интересно что значит надежда когда их помещали в сосуд с водой и они не могли ибо не должны были плавать там то в течение 15-20 минут они погибали но следующий эксперимент состоял в том что когда этот человек который проводил этот эксперимент перед самой этой гибелью просто спасал вытаскивал с воды и сушил это это животное давал ему пищу дал отдохнуть и эксперимент этот опять продолжался то практически в 60 раз увеличилось время пребывания этого животного в воде потому что это животное надеялось что его спасут знаете наша надежда на иисуса христа наша надежда на то что он нас спас нас оправдал даровал нам жизнь везде на всяком месте мы как бы слышим ну в церкви вот я человек и с детства в церкви и как бы самого рождения дед был пастором отец был пастором и и второй дед был пастором знаете я вот постоянно слышал такие божье обетование божье обетование вы тоже слышали это выражение божье обетование но знаете мы обращаем это внимание и как бы оно мимо наших ушей пролетает это но я вам скажу такое простое слово что бог если обещает он и выполняет это в твоей жизни но настолько ты веришь настолько ты надеешься на господа это очень важно в твоей жизни брат и сестра потому что бог для каждого из нас приготовил свой путь свой мир свою благодать и как бы его обещания они исполняются в его жизни бог он ведет каждого из нас своими путями многие люди соглашаются с этими путями многие сопротивляются многие как бы говорят я знаю у каждого из нас есть свой жизненный опыт у каждого из нас есть свои свои как-то как бы то экспириенс и мы понимаем что вот так поступить будет проще в этой ситуации но если мы склоняем свое сердце перед богом говорим господи а как хочешь ты а как хочешь ты и когда мы прислушиваемся в духу святому прислушиваемся то что он говорит в свое и мое сердце мы получаем тот правильный ответ и слово божье она является светом и светильником для нашей ноги чтобы нам не споткнуться однажды мы рассуждали с братьями и так за бизнес разговаривали и один брат говорит какой какие бизнеса вообще не прогорят никогда слово божье нас этому научает что до последнего времени как времена ноя ели пили женились строили выходили замуж вот это будет до самого пришествия знаете мы основываем свою жизнь как бы часто на материальных вещах но есть более важное и то что мы видим своими очами это все временно а то что невидимое оно вечно великое божье поручение которое он дал каждому из нас он не выбрал кого-то одного человека и не сказал что вот только тебе аварю иди и проповедую еванле но он сказал всему миру он сказал каждому уверовавшему уверовавшему в иисуса христа идите по всему миру и проповедуйте еванле царства божьего это написано только к пастору только к поведникам только к тем людям которые пели это написано каждому человеку знаете мы ходим в этом мире и мы являемся светом для этого мира мы являем иисуса христа вот где ты появляешься брат сестра я хочу чтобы вы особое внимание обращали на то как мы представляем иисуса христа людям которые окружают нас будь то учеба будь то школа будь то где бы ты не находился везде на всяком месте мы представляем иисуса христа и люди смотря на нас они будут говорить я хочу такого иисуса христа я хочу таким быть как ты верующий человек вот я таким хочу быть а знаете если мы представляем иисуса христа абсолютно не такого как такого которого не существует в природе такой какой-то злой какой-то в весь всегда недовольный когда-то когда-то какой-то ропотник знаете такого христа мы не видим мы не читаем об этом слова божьим но мы знаем какой должен быть иисус христос мама самого детства научала нас нас семеро в семье и она говорила такие простые слова ищите бога когда можно найти его призывайте его когда он близко то есть недалеко уходи от бога если ты куда-то отошел помни что он должен быть рядом с тобою беги к иисусу всегда беги у меня знакомый один пастор он там в одном селе живет там небольшая церковь там около 30 человек и он говорит я получил откровение он звонит мне по телефону и говорит ты знаешь у меня вот овцы я вот после обеда вывожу их погулять там такая банка большая пустырь такой и он выводит до их чтобы они там покушали травки и вот я там молюсь это мое время с богом и с этими овцами я молюсь за церковь молюсь там за детей своих за невесток все делаю это перед богом и как бы все нормально все тишина все хорошо они слышат голос мой они как бы щиплют свою травку и и уходят подальше от меня уходят дальше им там что то интересно им что-то там как бы их манит и они уходят дальше уходят даже за дорогу там которую там как бы ограничивать их территорию и говорит и что как это похоже на нас верующих когда случается есть какой-то трактор или какой-то камаз большая машина и большой шум они все бросают они бросают свою травку и бегут ко мне бегом как часто мы похожи на этих овечек когда все хорошо мы забываем где бог как часто все хорошо и мы забываем что нужно делать дело божие бог каждого призвал нас и дал это нам великое поручение чтобы мы и шли шли и проповедовали евангелие царство божьего что бог он есть бог человеку любил что у бога намерение об каждом человеке как в двадцать девятой ереме и написано что только я знаю намерение об человеке чтобы дать вам будущность и надежду многие не так смотрят на бога многие не так смотрят что бог есть любовь но я хочу чтобы вы именно так смотрели на бога у нас есть дети знаете у меня 2 2 дочери и вот как они поступают да как бы они не поступали мои слава богу хорошо поступают я благодарен богу благодарен богу за своих детей я думаю что каждый из вас как давид говорит 15 салме и наследие мое приятно для меня пусть так будет у каждого из вас и когда вашему наследию 60 лет и когда вашему наследию 90 лет а вам там 150 пусть будет так пусть бог благословит каждого из вас видеть свое наследие и говорить о наследие мое приятно для меня Знаете, и часто, может быть, они делали какие-то поступочки, маленькие преступления, но это наши дети. Мы все равно бежим и протягиваем руку помощи. Вот так же и наш Бог, что бы мы ни делали, но мы должны прибегать, чтобы не случилось в своей жизни. Всегда беги к Иисусу, всегда прибегай к Нему, потому что Он есть Бог человеколюбивый. Он есть Бог человеколюбивый. Я живу в Киеве уже, наверное, 15 лет, и наша церковь Эммануил. И вот что главное в нашей жизни, у нас на выходе из церкви такой большой проем, и там сверху написаны такие слова. Твое служение начинается за пределами этого зала. Знаете, это истинно. Мы говорим, что мы приходим здесь в церковь, но мы приходим сюда просто напитаться Слово Божьего, получить Божью пищу, получить хлеб жизни, получить это внутрь себя, чтобы нам знать и могло нам было раздать это. Как ученики. Они получили от Иисуса Христа этих и пошли, пошли раздавать. Пошли раздавать этим людям, сидящим там по посту и по 50. Пошли. Да, может быть, это было сложно, может быть, это было как бы в нагрузку для человека. У тебя там вот маленькая тарелка, и должен с этой тарелки раздать этим голодным глазам или ртам эту пищу. Но знаете, когда они достали один кусочек, другой, третий, оно не заканчивалось. И знаете, Божья благодать, она не заканчивается. Божья милость, она обновляется каждое утро над нашей жизнью. Но наше осознание, что мы в руках Божьих, что мы есть дети Божьи, что мы призваны исполнять Его волю, это очень важно, осознавать и делать это. Мы служим другим людям. У нас в Украине намного проще, может быть, демонизировать, чем в Америке. Люди приходят, просто жаждут определенно, и организовать церковь не очень сложно, не очень сложно. И многие люди делают это, наша церковь делает это, и мы как бы, желание делать что-то для Господа, оно определяет твою сущность. Я однажды работал на производстве, в электрических сетях, и разговаривал часто. Я молился тогда, я старался прочитать за месяц Библию, это нужно было много сидеть, почти два часа нужно сидеть и читать, чтобы за месяц вложиться в Библию, прочитать. И как бы, я искал Бога, я искал Бога, у меня уже должна была родиться вторая дочь, я искал Бога. И знаете, и вот я говорю, Господи, вот я стараюсь, я работаю для семьи, делаю определенные вещи, но что важно для тебя, что будет важно в вечности? И знаете, Дух Святой так как нежно говорит, стучит в твое сердце и говорит, и вразумляет, просто Бог вразумляет каждого из нас, вот что будет важно в твоих делах, в твоих действованиях, в вечности? Задавайте себе этот вопрос. Христос, когда ходил на этой земле, Он сказал простые слова, вы посетили Меня. Когда я был в темнице, когда я был болен, когда мне было трудно, вы протянули руку помощи. И это важно в вечности. Другие спросили, Господи, мы не видели Тебя ни в темнице, мы не видели Тебя ни голодным, мы не видели Тебя, как бы, Ты, Ты был богатый человек, Ты кормил почти 82 семьи, 70 учеников и плюс 12. И Он спрашивает их, имели ли Вы в чем-нибудь нужду? Они говорят, не имели. Знаете, мы порассуждаем себе, поставим себя на место, как бы, учеников, и вот если бы я насыщался пищей, а моя семья дома голодала, чувствовал бы я себя довольным этой жизнью? Нет, моя душа была бы с моей семьей, я бы переживал за тех моих родных, близких, за жену, за детей, как они там себя чувствуют. И знаете, ученики просто ответили, Христос, Ты кормил нас, Ты заботился об нас. Христос, Ты никогда, казалось бы, не нуждался. А Христос сказал, когда Вы сделали это одному из малых сих, Вы мне послужили. Когда мы рассуждаем в Слове Божьем, я рассуждал тоже, я рассуждал перед Богом живым, и Бог сказал, задал мне такой вопрос, что будет важно в вечности? Что будет важно в вечности? И я понял, что мои рекорды, которые я там делал с ребятами нашими на этом производстве, они в вечности абсолютно будут иметь цену ноль. И спустя там несколько месяцев я рассчитался с работы, и я пошел для того, чтобы делать что-то для Господа. Господь вел, у Него есть план, Он дал другой бизнес, Он дал другое, но я мог всецело посвятить себя на то, чтобы служить живому Богу, для того, чтобы еванализировать, для того, чтобы рассказать людям об Иисусе Христе. Мой дедушка, он был, сидел за отказ от оружия, и я был молодым пастором, и он говорит такие слова, собирай всех, едь, едь не будет такого больше времени, едь нужно делать для Господа. И знаете, он как бы постоянно как молоток подталкивал меня и говорит, едь, не останавливайся, делай что-то для Господа, потому что у нас такого не было, мы должны были ночью делать нечто, мы должны были ночью принимать крещение, а у вас свобода, едь. И знаете, получая эти толчки от деда своего, я не говорю, это толчки, чтобы сделать больно, но это как бы ободрение и направление, чтобы сделать что-то для Господа. Пусть Бог благословит каждого из вас, рассуждать о том, какое наше действие будет важно в вечности. Знаете, на жизнь можно смотреть разными глазами, на жизнь можно смотреть с позиции Бога, и на жизнь можно смотреть просто своими человеческими глазами. Ох, какая суета, ох, какие обстоятельства, как сложно, как тяжело. И часто с кем-то разговариваешь, и как бы стараешься человека убедить. Простой пример. Когда Нейман пришел к человеку Божьему за исцелением, и вышел, слуга вышел, и сказал, иди семь разу кунись в Ердане. Знаете, и он начал сопротивляться. Часто мы, служителя, вот просто уговариваем людей верить Богу. И я не хочу, чтобы это делали только служителя. Я хочу, чтобы каждый из вас уговаривал других людей доверять Богу. Люди часто сбрасывают Бога со счетов своей жизни, и говорят, что мне поможет Бог. Разве Он даст мне здоровье? Разве Бог даст мне финансы? Разве Бог сделает что-то в моей жизни такое сверхъестественное? Да, Его чудеса, они не прекратились. Если задам вам простой вопрос. Скажите, пожалуйста, кто получил от Бога какое-то чудо в своей жизни? Кто видел Божьи чудеса в своей жизни? Я видел много. Вы, может быть, стесняетесь поднимать руки, но я вам скажу, что вы видели Божьи чудеса в своей жизни. Я вам скажу, что Бог есть живой. Четвертое царство, шестая глава. С пятнадцатого стиха написаны простые слова. Поутру служитель человека Божия встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы, и сказал ему слуга, «Увы, Господин мой, что нам делать?» И сказал он, «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил, «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. «И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея». То есть воинство Божье, оно пришло для того, чтобы защитить Божьего пророка. Знаете, мы часто видим своими человеческими глазами, и у нас возникает много проблем. И мы думаем, как мы перешагнем вот это, как мы перешагнем вот это, как мы сделаем то или сделаем иначе. Но Бог, Он ведет тебя за правую руку. И осознание того, что ты не сам, это очень важно. Осознание того, что рядом возле тебя кто-то есть. Такой маленький пример. Одного мальчика отправили к бабушке на поезде. И отец с мамой провожали его. Посадили его на то место, договорились с этой проводницей. Там бабушка его встретит, все нормально. И отец дал маленькую записку. Говорит, не открывай ее. Когда тебе будет очень сложно, открой ее. И знаете, возникла какая-то там ситуация. И знаете, он взял, открыл эту записку. А в этой записке написано, «Сынок, не переживай, я в соседнем вагоне». Знаете, осознание того, что Бог, Он рядом с тобою. Что ты не сам, ты не брошен. Вот как бы на мины или где-то в другие тяжелые ситуации Бог забыл. И как бы ему интересно смотреть на тебя, как ты выкрутишься с этой ситуации. Нет, Он не такой. Он Бог, который есть любовь. Он есть Бог, который заботится. Знаете, шло войско этих сириан, чтобы захватить. А войско Божье, оно уже уселось на этих горах и ожидало всего этого. И знаете, Елисей видел это, потому что он смотрел очами Божьими, а этот слуга еще не видел. Но когда он увидел, его сердце просто успокоился. Чего мне бояться? Ты знаешь, когда я ложусь, ты знаешь, когда я встаю. Ты знаешь, весь путь мой. Ты в руках Божьих. Мама говорит часто такие простые слова. Как бы у меня сегодня такая проповедь ободрения для каждого из вас, чтобы вы могли доверять Господу, чтобы вы знали, что все в руках Божьих, и ты никуда не денешься, брат и сестра, с этой руки. И Слово Божье говорит, что никто не похитит вас из руки моей. Бог это обещает. И мама говорит, о, вы начинаете то, вы начинаете то, вы делаете какие-то дела. Моим братьям мне говорит это все. И как бы я говорю, ма, а за что ты переживаешь? Ну, придет Господь, так придет. Так заберет, так заберет. За что ты переживаешь? Она, ну да, ну правда. Делай дело Божье, пока можно говорить ныне. Пока там можно говорить сегодня. Делай дело Божье. Просто скажи, Господи, где я могу быть полезен тебе в теле твоем? Когда мы принимаем ветерю Господню, когда мы делаем причастие к Его смерти, к Его воскресению, знаете, мы рассуждаем о теле Его. Мы рассуждаем, обычно сильно рассуждаем о том, что Он висел на кресте, Он был распит, Его кровь стекала, Его руки, ноги были пригвождены, Его ребра были пробиты. И как бы мы все это явно осуществляем и как бы представляем перед собой, рассуждая о теле Его. Но забываем часто рассуждать о том, что церковь – это и есть тело Иисуса Христа. Он есть глава. И вот, когда ты стоишь в своей потаенной комнате перед живым Богом, просто говори, Господи, чем я могу быть полезен для твоего царства? Господи, чем я могу послужить другим людям? И еще во времена Иисуса Христа Он сказал такие слова – молитесь, молитесь Господи на жатвы, чтобы Он выслал делателей на Ниву. Знаете, есть много мечтателей, есть много хотителей, но делателей очень мало. И знаете, Божий труд, он не тяжелый. Он не тяжелый. Иго моё, не тяжелые. Не тяжелые. Потому что, знаете, потому что рядом с тобой Иисус Христос. Это и есть наш мир. Это и есть Божья благодать в твоей жизни, брат и сестра. Смотреть на каждого человека очами Божьими. Тогда все люди, они будут для тебя хорошие. Все люди для тебя будут хорошие, брат и сестра. Когда ты смотришь на человека и понимаешь, явно осознаешь, что за этого человека была пролита кровь Иисуса Христа. Он ценен в очах Божьих. Так, тогда я приду в вечность. Я буду сидеть вместе с вами за одним столом, радоваться, торжествовать перед лицом Божьим. Потому что за вас уплачена такая же цена, как и за меня. Человек, который в мире, за него тоже заплачена цена. Но покажите Ему Иисуса Христа. Покажите Ему Иисуса Христа. Наше доверие Богу, когда мы знаем, что мы в Его руках. Оно очень сильное. Оно должно влиять на нашу жизнь, на наше поведение. Пусть Бог благословит каждого из вас. Служение церкви нашей, оно как бы направлено на еванализацию. Летом делаются как бы простые лагеря. Ну, как бы в городе самом, может быть, определенно есть сложно, потому что люди более зажиточные. Но в селах очень несложно. Сделать объявление, сделать дневной лагерь, прийти, рассказать людям о том, детям рассказать. Вечером собрать на еванализацию полсела – это абсолютно несложно. Просто нажарить сосисок, просто пригласить, просто чтобы дети рассказали стишки, и родители пришли, услышали это. Это просто сделать для Господа, это простое дело. Знаете, посетить человека в больнице – это очень просто. Взял две мандаринки и пошел посетил, и пошел помолился. А Бог там, в больнице, делает свои чудеса. Когда ты просто поднимаешь свою руку. Потому что Бог дал тебе эту власть. Ложить, возложить руки на больных, и они будут здоровы. И Бог будет, Бог совершает эти чудеса. Сегодня совершает. Знаете, я зову после служения двух женщин, и они показывают мне свои дома, эти многоэтажные дома. Там два таких дома возле кинотеатра «Россия». И они говорят, в этом доме 70 квартир, в одном и в другом. И они говорят, там, в том доме, мы в одной квартире не были. И в этом доме в одной квартире не были. То есть две простые женщины, пожилых летах, больше, чем 65. Они говорят, мы просто брали какое-то печенье, мы просто приходили, мы дарили Евангелию, мы помолились в каждом доме. У них есть друзья по всем, по всем этим домам. Они рассказывали там много свидетельств о том, что они делали. И я благодарен Богу, что Бог, Он сегодня Бог чудес. Я благодарен Богу, что Он делает сегодня свои чудеса и свои знамения. Мы видим Его руку. Простые вещи. Знаете, если бы они сказали, кто я такой, кто мы такие, чтобы шли. Но я хочу, чтобы в вашей душе этот огонь Божьей любви, он горел. Я хочу, чтобы в вашем сердце этот огонь, он пламенел, чтобы вы не могли найти себе место, когда вы просто отдыхаете, просто ничем не занимаетесь, сделайте это посвящение Богу. И Бог употребит каждого из вас на свое дело служения, чтобы имя Его было прославлено, чтобы пределы Божьего Царства, они были расширены по этой земле. Да, может быть, сложнее в Америке его анализировать, да, но может быть, не такая нужда, как в Украине. Но я знаю, Бог нуждается в твоих руках. Бог нуждается в твоих устах. Когда Бог нуждается в тебе, чтобы явить славу твою, явить силу свою, явить свою благодать каждому человеку. Знаете, в 2014 году, когда началась война, и мы как бы сказали всем там, тем людям, которые жили в тех местах военных действий, мы сказали, приезжайте сюда. Просто приезжайте, берите своих родных, близких, и приезжайте, мы вас укроем на время. И мы не думали, что это будет так долго, мы не думали, что оно затянется до сегодняшнего дня, но на самом деле мы как бросили такое предложение для святых, которые там проживали, они брали своих соседей, и не взирали, что мы говорили о том, что нужно брать только своих, они брали всех своих, кого считали своими. Знаете, через нашу церковь прошло 1630 человек. Они приехали с маленькими пакетиками, с документами, потому что ничего не успели взять. И знаете, многие привозили осколки. Осколки. Я никогда в жизни не видел осколков. Я в армии не служил, и я не видел, что является сам осколок. Мы слышали это слово, но я никогда не видел этих осколков, пока это люди не показали. Знаете, вот такой, как палец, кусок металла, вот по весу такой тяжелый металл, и он просто рваный вот так силою взрыва. И знаете, это было у кого-то на подоконнике. Кто-то привез его со своего дома, и они поднимали это перед Богом и говорили, Господи, спасибо Тебе, что оно не в теле моих родных, оно просто легло здесь, на нашей территории. Мы помогали этим людям, мы делали как бы, мы потом их расстелили всех, многие остались из церкви, многие как бы перешли в другие церкви. И Бог делает что-то с каждым человеком. Но если ты будешь участен, если ты будешь сказать, Господи, вот я, пошли меня. Куда пошлешь, я пойду. Что сделать для тебя, я сделаю. Бог нуждается в твоем открытом сердце. Знаете, разность взглядов на жизнь, она определена в этом, как бы в этом коротком отрывке, который я перечитал. Кто-то может переживать, кто-то может говорить, о, увы, увы, как страшно, как все пропало, как ничего уже не изменишь в нашей жизни. А кто-то может сказать, посмотри, подними очи свои горам, откуда приходит помощь. Бог сегодня силен делать чудеса. Бог сегодня силен делать свои знамения. Бог сегодня хочет прославиться, брат и сестра, через тебя и через меня. Слово Божье говорит, мы от имени Господа просим вас, примиритесь с Господом. Просто примиритесь с Богом. Знать, самое важное в своей жизни, иметь мир с Богом. Даже если все получаются вокруг тебя. А тот, который создал небо и землю, тот, который создал все видимое и невидимое, он с тобой. Он с тобой, чтобы помочь тебе, чтобы поддержать тебя, чтобы дать тебе силу, дать тебе будущность и дать тебе надежду. Знаете, все то, что ты делаешь перед Богом, пусть будет благословенно. Каждые дела рук твоих, пусть будут благословенны. Знаете, много можно делать проектов, можно много делать каких-то трудов для Господа. Но самое важное, делать для Господа то, что Бог призывает тебя. В чем ты успешен? Кто-то может, моя старшая дочь живет в Израиле. У них там община такая, душ, наверное, 250. Это город Аждот, Азот по-старому, там, куда Филиппа принесли, ангелы помните, да? И она в том городе, там такая община есть, христианская. И она говорит, что я могу сделать? Она может печь какие-то печеньки. И знаете, Бог употребляет ее. Через эти печеньки она приносит мир. Ее просят сделать то, сделать то для твоей церкви. И они делают какие-то общения. Но она задействована. Она говорит, я нужна в теле Божьем. Я нужен в теле Божьем. Я хочу, чтобы каждый из нас нашел свой труд в теле Господнем. Я хочу, чтобы каждый из нас мог делать то, что сильно рука твоя. Не смотри на свои года. Не смотри, что ты молод или, может быть, очень уже взрослый. Смотри на Иисуса Христа. Смотри на Его раны. Смотри на то, что Он делает в твоей жизни. Знаете, в нашем доме, где родители, там висела постоянно такая картина. И она как бы запечатлилась в моем мозгу. Христос несет крест, побитый в крови в терновом венце. И там были такие простые слова. Это мама сделала, наверное. И там написано, это я сделал для тебя. А что ты сделал для меня? Мы можем смотреть, как этот слуга, и говорить, я ничего не могу уже сделать. А ты можешь смотреть глазами Бога на всю свою жизнь и сказать, все нормально. Возведи очи свои и увидь Божью победу в твоей жизни. Братья и сестры, я вместе с вами хочу молиться. Я вместе с вами хочу как бы воздать славу Богу. Потому что наша жизнь, она еще на этой земле есть. И я хочу, чтобы она была полезна для Царства Божьего. Я хочу, чтобы жизнь каждого из нас, она имела смысл и в вечности. Не просто, там знаете, об одном суде написано, у него было 40 сыновей, и все они 40 ездили, или 70. И они ездили все на ослах. Я не хочу, чтобы моя жизнь так была описана. Что у меня там было столько сыновей, и они все ездили на ослах. О, круто как, да? Ни дел каких-то не описано. Ничего не описано. Просто такая короткая библейская фраза об этом человеке. Может быть, он просто как бы делал какой-то вид, что он служил народу Божьему. Но я хочу, чтобы об нас в вечности были записаны хорошие слова. И чтобы, придя однажды перед Божьим престолом, мы могли услышать хорошие, прекрасные слова. Добрый и верный раб, войди в радость Господина Твоего. Да будет имя Господне благословенно в ваших сердцах, в ваших семьях и везде, на всяком месте. Ваши стопы, ваши ноги да будут благословенны. Давайте поднимемся и совершим молитву благодарности Богу. Мы склоняем свои колени и благодарим Бога за те великые милости. Глори Гридаурда Вадари Фатур.